Понимая, что долгов накопилось много, а денег на их погашение нет, и взять их неоткуда должник, обязан объявить себя банкротом. Обратиться с требованием о начале такой процедуры в суд могут и кредиторы, перед кем у должника есть невыполненные финансовые обязательства. Основанием для банкротства физического лица будет долг свыше 500 тысяч рублей, юридического – задолженность более 300 тысяч и просрочка по ней более трех месяцев. Процедура банкротства может дать кредитору возможность распоряжаться активами должника, чтобы использовать банкротство как инструмент возврата долга, не стоит затягивать с получением в суде решение о взыскании задолженности и дальнейшем обращении в арбитраж с требованием признать должника банкротом. Если компания собирается, если компания хочет, если действует изначально недобросовестно и понимает, что нужно что-то сохранить и никому ничего не отдавать, к такому банкротству, конечно, готовятся. Поэтому ждать, когда начинает кто-то из руководства компании должника уговаривать, подождите, пожалуйста, мы вот сейчас решим там что-то и вот, собственно говоря, после этого мы расплатимся по своим долгам, я не рекомендую никому ждать. После признания арбитражным судом требований о банкротстве обоснованными в отношении должника могут вести такие процедуры, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. Последнее позволяет остановить начисление процентов, что играет на руку должника. Что же касается каких плюсов, какие плюсы есть для взыскателей, для кредиторов должника, это, безусловно, возможность реализации имущества должника и получения от этих, с этих денежных средств, свои какие-то возвраты, свои суммы. Пусть это будет не полная сумма, но хотя бы в части. После признания должника банкротом в арбитражный суд могут обратиться все, перед кем он не выполнил обязательства. При этом создается реестр требований кредиторов должника и создается очередь, в порядке которой долги будут выплачиваться.